Сейчас уровень воды практически во всех реках Саураля, в том числе около города Кургана, продолжает снижаться. По словам Кокорина, ситуация стабилизировалась и уже третьи сутки идет снижение воды. Первые сутки по сантиметру и сегодня за сутки на 3 сантиметра мы выше по течению зверинки и барабе уже посты снимаем, поскольку там уже по зверинке более 18 дней уже идет снижение и в общей сложности уже на метр 10 сантиметров вода опустилась. Губернатор убежден, что говорить о каких-то угрозах, особенно с учетом тех превентивных мер, которые проведены, уже не стоит. Откровенно говоря, нам проблемы серьезные. В этом году по притоку воды создала река Убагана, это Казахстан. С учетом того, что Тройское водохранилище тоже сляло сброс Уй и Убагана, они давали нам этот большой приток воды. Тем не менее, мы далеко до затайки практически полностью сбросили с нашего Курганского водохранилища воду. И у нас еще когда стоял лед, промежуток между водой и льдом где-то до метра 20 сантиметров был. То есть нам это позволило где-то для себя создать резерв около двух недель. В результате существенных подтоплений на территории Курганской области не произошло. В перспективе второго подъема воды уже не будет. Алексей Кокорин также отметил, что население региона активно информировали о ходе весеннего половодия. На официальном сайте правительства Курганской области работает раздел «Паводок-2017». Здесь публикуется оперативная информация об изменениях уровня воды и сбросах из водохранилищ. За полтора месяца работы карту рек области с отметками об изменениях уровня воды из раздела посмотрели около двух миллионов раз. Сайт еще неделю будет работать для того, чтобы уже с точностью сказать, что все, значит, тема по поводку закрыта. И как только прекратит работу сайт «Паводок-2017», значит, это говорит о том, что полностью опасность по поводку на территории Курганской области миновала. Константин Валякин, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.